я буду без бумажки дорогие друзья для чего мы с вами собрались подчеркиваю выбором это не имеет никакого глушения это никакая не агитация потому что на сегодняшний день наше главное задание это сберечь страну и дать возможность дать шанс новому народу который появился после революции достоинства дать шанс выиграть эту борьбу мы уже много у нас нет никакого повода впадать в отчаяние или быть недовольным никакого повода нет я хотел бы напомнить что 4 месяца назад когда я пришел на должность президента никто не верил что мы можем остановить войну наступление отсутствие вооруженных сил и армии растерянность отсутствие оружия отсутствие эффективного командования обрекли нашу страну на поражение знаете почему я сегодня счастливый сегодня первый день без обстрелов и понять меня можете только вы никто за границей этого не поймет когда ты ночью просыпаешься от телефонных звонков там погибли там обстреляли там окружили там самолет и ты все пропускаешь через свое сердце выжить невозможно когда мы остановили войну когда мы остановили обстрелы действие чтобы выбить оружие из руки бандитов и далее мы имеем твердое убеждение что все будет хорошо почему эту войну оружие выиграть невозможно каждая пуля рождает двух врагов и каждый день мира когда украинское государство демонстрирует на освобожденных территориях что граждане которые еще месяц страну пели осанны все в до сепаратистскому режиму сегодня понимают что они получают тепло они имеют свет они наконец-то могут отправить детей в школу они начинают получать пенсии выплаты но ты за утрату кормиться за инвалидность они получают работу они получают зарплату а с той стороны женщина доцент луганского университета имени тараса шевченко с которой я виделся четыре месяца тому звонит мне я спрашиваю как ваш день проходит она говорит встаю в пять утра потому что это единственная возможность встать в очередь и достояться чтобы взять два баллона воды потому что воды нет возвращаясь в 10 после очереди оставляю баллоны дома и бегу в очередь за хлебом полторы буханки хлеба потому что до двенадцати по часу хлеба уже не будет возвращаясь оттуда и больше с дома не выхожу потому что с двух часов начинают выходить эти нетрезвые с оружием и могут расстрелять кого угодно дорогие одесситы это то от чего мы с вами избавились благодаря вашей мудрости благодаря вашей сплоченности благодаря теперь мы уже в этом убеждены вашей про украинскости у меня сердце радовалось когда последний день на встрече с делегацией оба с ес которые вернувшись с одессы сделали вывод что одесса это город согласия город покоя не можно больше комплимента здесь и сделать я был очень рад одесситы благодарю вас за мудрость и миром мы все победим потому что у нас работа будет у них нет у нас пенсии будут у них нет у нас и забота о пенсионерах и детях будет у них нет у нас дети пойдут в школу и детские садик у них они будут сидеть в подвале потому что ничего не умеют делать и так и именно так мы выиграем эту войну потому что война и победа в голове они на полях сражения они этого не понимают я это понимаю я или вашу поддержку и она мне очень нужна чтобы мы победили